Кого французы называли северными амурами? С какого из древних городов Крыма началось распространение христианства на Руси? И кто автор строк, забыв родной язык, я анимею, утратив русский, стану я глухой? Ответить на эти и другие вопросы о различных национальностях предстояло участникам большого этнографического диктанта. Проверить свои знания рязанцы смогли на трех площадках. Самой массовой стала библиотека имени Горького. Ее посетили более 120 человек, в том числе из Скопинского и Захаровского районов. За 45 минут нужно было участникам диктанта ответить на 30 тестовых заданий, часть из которых носила федеральный характер, вторая часть – региональная. Первые участники диктанта стали выходить из аудитории по истечении 30 минут. Задания построены таким образом, что сначала человек узнает новые факты, предысторию события, а лишь затем отвечает на вопрос. Например, круговые танцы у бурят называют йохор, у осетин – симт, у русских – хоровод. А как называют похожий танец у лизгин? Готовилась, но все равно вопросы были некоторые очень неожиданные. Смотрела вопросы прошлогоднего экзамена, так полистала у меня. Правда, детская энциклопедия была, старая такая, полистала эту энциклопедию. Вот, но насколько смогла. Это же предугадать невозможно, в принципе, какие вопросы. Оказалось, например, что Чукча ждет рассвета не в Чуме, как мы привыкли думать, а в Яранге – традиционном переносном жилище кочевников. А Самоед, Джигит, Калмыка и Якут – это название судов российского морского флота. Вопрос про Петра и Февронию и город, в котором они жили, мне показалось легким. Я знала у него ответы. То, что касалось Великой Отечественной войны, были вопросы по войне. Все-таки про это говорится у нас больше. Потому что патриотического воспитания все-таки у нас как-то в стране на подъеме. То, что касается Рязанского края, Рязанской области, очень интересный вопрос был про обряд похороны Мух. Поэтому это стоит уточнить. Когда же он проводился и что, в общем-то, у себя он представлял. Мне тяжелым показался вопрос о памятнике дружбы русских и якутов. Я не знала ответ на него. Теперь даже интересно найти, посмотреть, как памятник выглядит. Хочется узнать подробнее, поэтому лист с заданием с собой. Дальше поищем правильный ответ. Работа интерактивных площадок завершилась. Однако проверить свои знания по-прежнему может каждый желающий. Для этого вам нужно зайти на сайт мирэтно.ру и пройти тест до 23 часов 59 минут 5 ноября. Результаты онлайн-опроса станут известны сразу. А правильные ответы с комментариями огласят 12 декабря. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».